Народ-то сейчас весь взбудораженный. Да в ТикТоке, в том же сумасшедшем ТикТоке, который, кажется, только и придуман, чтобы забить мозги молодежи. Там вы знаете, что произошло в ТикТоке? Там молодежь вся сидит наша, ну, с 13-ти, скажем, до 18-ти. Туда были влиты огромные средства, чтобы средствами ТикТока переформатировать сознание нашей русской молодежи. Что наши солдаты там палачи, наш там Путин такой, наши такой... А наша молодежь без всяких вливания денег устроила такую священную войну против этого всего. Она оказалась патриотами. Они стали делать всякие такие гифки, мемы, всякие там эти плакатики, всякие ролики снимают такие за Русь святую. За то, что наши солдатики молодцы, они нас защищают. Они с фашистами борются. Наши малолетки, которых никто ничему не учил, которых воспитывал только интернет. Они вдруг стали, они вдруг показали чудеса патриотизма. Хотя никакое министерство молодежи никогда этим не занималось. И все деньги, потраченные Западом в ТикТокную победу, были потрачены впустую. Потому что наша молодежь лучше, чем мы думаем. Лучше. И есть еще много ресурсов, скрытых в нашем народе. Сейчас весь народ взбудоражился. А кто-то сидит как бы там и думает, да ладно, без меня решат как бы. А потом, когда все закончится, я опять выйду, скажу, перышко поправлю, скажу, О, Святая Русь, мы победили. В 45-м победили, в 2022-м победили. Молодцы мы все-таки, да. Ему медали еще дадут за то, что он правильно сказал вовремя. Так нельзя. Так нельзя. Нельзя так. Это паскудство. Это просто паскудство. Это просто паскудство. Продолжение следует...